Теперь о землянике и ее чудоподобных свойствах. Свежие плоды в больших количествах принимают при склерозе сосудов, гипертонии, запорах, язве желудка, подагре и почечных камнях. Они играют важную роль в профилактике авитаминозов, особенно в весенне-летний период. Для детей, особенно ослабленных после болезни, полезны свежие ягоды с молоком и сахаром, как питательное и общеукрепляющее средство. Установлено, что плоды земляники способны понижать кровяное давление, дают хороший эффект при склерозе. При гипертонии хорош отвар сушеных плодов. 2 столовые ложки ягод залить одним стаканом горячей воды, покипятить 10 минут на слабом огне, настаивать 1 час, затем процедить. Пить по 1 четвертой стакана 4 раза в день. Переходим к бруснике. Весь секрет брусники в ее химическом составе. Ягоды брусники используют как витаминное средство, рекомендуют при повышенном кровяном давлении. Особенно хороший в этом отношении брусничный сок. Листья брусники вводят в состав мочегонных сборов. Применяют при почечно-каменных заболеваниях, а также болезнях мочевого и желчного пузыря. Рекомендуют как вяжущее средство при заболеваниях желудка, при сахарном диабете. Заваривают вместо чая как тонизирующее средство. Настои и отвары листьев применяют как мочегонное, антисептическое и вяжущее средство при воспалении почек, подагре и ревматизме. Рецепт настоя. 1 столовую ложку листьев настаивают 30 минут в стакане кипятка. Охлаждают и пьют по 1 столовой ложке 3-4 раза в день. Рецепт отвара. 2 чайные ложки листьев кипятят 15 минут в стакане воды и выпивают в течение дня. Переходим к чернике. Почему мы так любим чернику? Действительно, по всем статьям черника заслуживает предпочтения. Недаром сегодня так обильно заполнены прилавки аптек самыми разнообразными препаратами из черники. Плоды черники являются необходимым сырьем для пищевой промышленности. Сок черники – ценный пищевой краситель при производстве плодовых и ягодных вин. Без алкогольных напитков. Из ягод приготовляют вино, варенье, сиропы, кисели, отвары, соки, экстраты. Вино из черники обладает лечебно-диетическими свойствами и рекомендуется как эффективное средство при расстройствах желудка. Лесные витамины выручали людей и в суровые годы, во время войны, голода. Известно даже, что во время Великой Отечественной войны гражданское население нашей страны активно закатавливало плоды черники и сдавало их на нужды армии. В середине 20-го столетия, когда возросли нагрузки на зрение, интерес к этой ягоде возрос. Теперь уже на нее обратили внимание компьютерщики, программисты и те, кто профессионально много нагружает органы зрения. Можно сказать, что сегодня черника в качестве лекарственного средства переживает новое рождение. Появилось огромное количество препаратов с черникой, направленных на сохранение и улучшение зрения. Кроме того, научные исследования доказали, что черника ускоряет обновление сетчатки глаз. По этой причине, во время Второй мировой войны, эту ягоду употребляли не только в нашей армии. Например, английские летчики ели чернику и черничное варенье с целью улучшения зрения ночью и в сумерках. Черника уже давно входит в обязательное меню космонавтов. Сегодня официальной медициной доказано, что регулярное употребление свежей черники, один стакан ежедневно, отодвигает на несколько лет даже такие тяжелые глазные болезни, как катаракта и глаукома. Всем привет! Захожу в разговорные видео с большой хорошей новостью. Так как я давно занимаюсь массажем, я безумно люблю свою работу, люблю своих клиентов, их обратную связь. Некоторые клиенты у меня иногда спрашивают, как бы они могли выполнять дома массаж самостоятельно. Я создала свой проект. Это курс по самомассажу лица. Я над ним работала больше года. Было много нюансов, помимо того, какую информацию дать, как это все оформить, как дать как можно больше техник. Меня было не остановить, я хотела дать как можно больше, чтобы этот курс был мегаэффективен для каждой девушки. Массаж лица нам помогает сохранить наши исходные данные, если они вам нравятся. Массаж лица помогает продлить нашу молодость, отстрочить появление некоторых морщин. Сделать нашу кожу более свежей, гладкой, здоровой, сделать взгляд более открытым, убрать отеки. В курс вложено много времени, внимания, энергии, много сил. Я безумно горжилась этим проектом, потому что помимо того, как его удобно проходить, он находится в телеграм-канале, где каждое видео идет друг за дружком. Надо просто его прогрузить и делать перед зеркалом с телефоном и с массажным кремом. Более того, если человек запомнит каждую технику, он сможет всю жизнь делать себе сам массаж лица в любом месте, где бы он ни находился. Этот курс подойдет всем девушкам от 20 лет и выше. Там есть, конечно, массажи для профилактики старения. Там есть, когда мы прорабатываем каждую морщинку отдельно. То есть морщинки-марионетки, кисетные морщинки, гусиные лапки, межбровную складку, брыли, то есть у кого они есть в более взрослом возрасте. Я затронула абсолютно все зоны и все морщины, которые могут вообще побеспокоить человека. В курсе будет три тарифа. Первый тариф, там будет база. Там будут все техники для того, чтобы мы могли себе выполнять самостоятельно массаж лица. Мы затронули каждую зону, начиная от подбородка, заканчивая лбом, все морщинки. И самое важное, там есть видео, где я рассказываю, как подготовиться к самому массажу лица. Во втором тарифе будут доступны еще три массажа. Это массаж по точкам, медовый массаж и баночный массаж лица, а также обратная связь с куратором. Вы всегда сможете написать куратору, прислать фотографию, задать любой вопрос, и вам ответят, вы не останетесь одни. В третьем тарифе, помимо всего перечисленного, будут доступны еще семь экспресс-массажей на каждый день. Буквальные и баночные и многое другое, всего рассказывать не буду. Конечно, есть косметологи, и если что-то не так с нашим лицом, мы сразу бежим к косметологу. Нужно будет регулярно к нему ходить до конца своих дней, чтобы поддерживать эффекты от процедуры. Более того, это бывает болезненно, нужно это терпеть, и еще это бывает очень дорого. Поэтому я решила, почему бы не попробовать альтернативный способ для того, чтобы делать свое лицо еще более красивым, свежим. Я очень сильно верю в массаж лица, потому что вижу хорошие эффекты на себе, на своих клиентах, и считаю, что это хороший естественный способ для того, чтобы сохранить свою красоту и слепить лицо такое, какое вы хотите, но сохраняя при этом естественность.